На прошлой неделе активно поползли слухи о глобальных перестановках кадров в администрации региона Радио Хабирова. Появилось, собственно, два основных сценария. Первый сценарий. Максим Забелин уходит заместителем губернатора Подмосковья, о чем косвенно свидетельствует его встреча с Андреем Воробьевым на прошлой неделе. И на место главы администрации Хабирова приходит либо Абдрахманов, либо Азат-солдат, которого успешно отпустят с СВО. Ну, почему-то кандидатура Кельсинбаева на место Забелина в этом сценарии не рассматривается. Второй сценарий. Он как бы интереснее и забористее. Забелин тоже уходит в Подмосковье, судя по всему, вот это как раз уже решенный вопрос. И на его место временно, ну, как говорится, на передержку, сажают Ратмира Мавлиева, как человека, провалившего работу в Уфе, и вот как бы там он посидит немножко на месте главы администрации, если ничего трогать не будет, то пойдет дальше. А вот мэром Уфы по этому сценарию становится Алан Марзаев. Анализировать и верить слухам, конечно, дело неблагодарное, но мы уже в последние годы научились черпать информацию из мутного болота всяких слухов, домыслов и дезинформации, потому порассуждаем. Начнем с того, что потеря Максима Васильевича Забелина для Хабирова – это, конечно, невосполнимая потеря и большой удар. Максим Васильевич был один из немногих обладателей главного мозга в администрации ради Хабирова, и потому, конечно, ну, как бы работа в определенном смысле будет остановлена. И если место Забелина займет Абдрахманов, ну, вот я без смеха не могу говорить об этом человеке, так это только, в общем-то, к лучшему, потому что, ну, он максимально быстро доведет политическую ситуацию в регионе до горячего кризиса, ну, и, как говорится, не со зла, а по незнанию. Ну, а там, может быть, нас постигнут уже и более серьезные перемены, потому что, ну, Абдрахманов точно не фигура масштаба главы администрации региона. Ну, а вариант Морзаев-мэр Уфы, конечно, он любопытен, экзотичен, но, чтобы такое провернуть, нужно будет очень много стараться, что тоже не любит делать команда Хабирова. В первую очередь нужно будет доказать и объяснить строптивым уфимцам то, что, ну, совсем уж пришлый человек может сделать что-то полезное для них, потому что, ну, настрадались они, хотя после Мавлиева, конечно, их, наверное, очень будет трудно чем-то удивить. В любом случае становится очевидным, что кадровая политика ради Хабирова начинает бить уже и по нему самому, и будет продолжать это делать еще дальше и дальше, и больнее и больнее. Ну, подтверждением вот этого тезиса может служить недавнее назначение на пост генерального директора Башкира Автодора, ну, взамен арестованного Ильдара Юланова, Ильгиза Усманова. Ну, так уж получилось, что с Ильгизом мы знакомы 15 лет, и я могу полноценно и, ну, как бы, наверное, объективно оценить вот это назначение. Ильгиз Усманов, в общем-то, человек неплохой. Спокойный, осторожный, рассудительный. Ну, есть один нюанс. Он всего лишь охранник. Охранник Рахимова, охранник жены Хамитова. Недавно он, как бы, перестал быть охранником, там, где-то поработал каким-то зам по хозяйству в каком-то санатории. Ну, вот, как бы, совсем он не дорожник, совсем он не генеральный директор Башкира Автодора. Повторюсь, Ильгиз Усманов мне глубоко симпатичен, но при этом он действительно совсем не из этой песни. Ну, немножко порученец, немножко охранник, немножко доверенное лицо, там, туда-сюда сбегать, что-то обеспечить. Ну, вот это вот. Не масштаб это генерального директора. Вот скажите, пожалуйста, дорогой Радий Фаридович, обращаюсь к вам с опозданием. Когда вы перестанете подвергать риску экономические показатели региона и вообще экономику региона, назначая на ключевые должности, руководящие должности крупных государственных предприятий, людей по принципу личной симпатии? Вот нравится вам человек и все. Вот дам ему башкиров тадор, башспирт, там, что угодно дам ему, на, дорогой, пользуйся. Неправильно это. Вот запишите, если вдруг не знали, дорогой Радий Фаридович, что лечить людей должен врач, а не друг. Строить дома должен строитель, а не одногруппник. Готовить детское питание должен повар, с дипломом желательно, а не собутыльник. Ну и дороги прокладывать, ремонтировать и строить должен специалист-дорожник с опытом и знаниями. Вот не любезный и услужливый охранник, а именно человек профессионально к этому пригодный. Даже если вы ему очень доверяете. Сколько раз уже, Радий Фаридович, вот эти верные вам не смогли заменить умных? Редактор субтитров А.Семкин